Друзья, всем привет! Меня зовут Даня Яр, вы на канале Агдас Авто. На своем канале я показываю и рассказываю про автомобили, которые завезли к нам из Китая. В сегодняшнем выпуске будут очень много интересных автомобилей, новинки, европейские бренды. Если вы первый раз на канале, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, поставьте какой-нибудь комментарий. Кстати, по поводу комментариев пишут с разных городов, очень приятно. Вам тоже привет, поддержка такая большая. По поводу курса доллара, как обычно в конце скажу, потому что курс каждый день меняется. Но на сегодняшний день курс доллара сильно упал, рубль сильно укрепился. Сейчас самое время покупать автомобили. За последние полгода такого курса не было. Так что по поводу курса обязательно досмотрите до конца, он будет в конце. Давайте переходить к обзору. Друзья, есть хорошее предложение. Kia Sportage 2023 года, двухлитровый, полноприводный, на автомате, парктроники по кругу, камеры 360 на 19 колесах. Вот такие диски. Черные уши, черные рейлинги, бесключевой доступ, датчики слепых зон. Вот такие вот диски. Черные ручки. По-моему, хрома везде нету. Нигде нету, да, он весь идет. Вот музыка от Harman Kardon, две памяти сидений, автоматическая регулировка передних сидений, обдув, подогрев передних сидений. Вот, пожалуйста, селектор КПП сделан в виде шайбы, беспроводная зарядка, USB, Type-C, клима на сенсоры. Английский язык завода, вот такой вот мультируль, вижу подрулевые лепестки. По классике есть панорама со шторкой. По заднему ряду сейчас глянем. Задний ряд очень просторный. Мне понравилась отделка сидений, прям толстая и очень качественная. Какожа, здесь два выхода Type-C. Вот так выглядит передний ряд. Вот подогревый. Вот такие вот черные ручки. Вот так он выглядит сзади. Вот этот черный уже я выкупил сегодня. Есть у него запаска, костыль не буду показывать, там неудобно. И есть все домкраты и ключи. Тут есть 12 вольт. Багажник просторный, складывается 40 на 60. Цена автомобиля 34 тысячи долларов, растаможен. Так, друзья, новинки в городе Бишкек, Палистон или Рокс-01. Полтора литровый турбированный двигатель, который служит как генератор. Это одноклассник Лисян Л-7-9. Полноприводный, пневма есть только сзади, сказали мне. На 21 тапках у черного идут вот такие. У белого идут вот такие. Черные уши, черная крыша. Камеры 360, парктроники по кругу. Бесключевой доступ. Датчики слепых зон, скорее всего, должны быть. Отделка салона кожа, напа. Обдув, подогрев. Возможно, массаж есть. Здесь ребята еще не знают. Английский язык имеется. Две беспроводные зарядки. У передних пассажиров и водителя есть свой люк. Задний ряд. Идет капитанские кресла. Двухзонный климат-контроль. Блин, классный автомобиль. Обдув, подогрев. Возможно, массаж есть. Тут у нас подстаканник. Синеместная версия. Здесь есть панорама со шторкой. В четырех цветах. Черный, белый, серый, хаки. И цвета салонов я сейчас вам тоже покажу. Наложу видео. Цена автомобиля от 57 до 60 тысяч долларов. Торг будет. Биоидили Парт 5 в городе Бишкек. Большой, крупный, рамный внедорожник. Полторалитровый турбированный двигатель, который служит как генератор. Это плагин гибрид. Наподобие Элисяна, L7, L9, на который не будет распространяться. Утиль сбор. Посмотрите на эту оптику. Какая она яркая. На двадцатых колесах. Пирели. Бесключевой доступ. Камеры 360. Датчики слепых зон вижу. По салону. Передние сидения. Обдув, подогрев и массаж. Автоматическая регулировка соответственно. Блин, ну качество прям, прям такая толстенная и мягкая. Она самая, самая главная кожа, эко-кожа. Музыка Дива Лет. Есть подножка, которая выезжает и заезжает. Так, по салону. Есть проекция на лобовое. Есть глазок, который можно закрыть. Английский язык есть с завода. Беспроводная зарядка. Слушайте, ну вот эти рычажки я не знаю для чего. Напишите в комментариях, кто разбирается. Там у нас ниша. И для флаконов с запахами. USB 2 и Type-C вижу. По классике большая панорама со шторкой. Скорее всего, нет, здесь нет динамиков. Хотя возможно по заднему ряду. Блин, ну классный. Мне понравился этот внедорожник прям. Подогревы задних сидений Type-C USB. Большой багажник. Сейчас я вам с другой стороны покажу. Сзади его. Ручки. Страха. Вот так он сзади выглядит. И у него есть доводчики дверей. Именно багажника доводчик. В комплекте полики. Там у нас зарядка медленная. Две даже. Рим комплект. Запаска, наверное. Снизу не вижу. А, стоп. Запаска у нас же вот она. Я извиняюсь. Пожалуйста. Доводчик багажника есть. Цена автомобиля. 59 тысяч долларов. Он растаможен. Готов к отправке. Кому интересно, пишите. Так, друзья. В наличии Volkswagen Terramont X. Двухлитровый полноприводный роботизированная коробка. Вот так он выглядит. Очень красивый, симпатичный такой кроссовер. На 21-х тапках. Body Air. Очень красивые диски. Тормоза дисковые, вентилируемые. Камеры 360. Бесключевой доступ. Датчики слепых зон. По салону. Автоматическая регулировка передних сидений. Две памяти сидений. Музыка от Harman Kardon. Передние сидения обдув и подогрев. Вот такой вот мультируль. Есть проекция на лобовую. Вот мультимедиа. Есть беспроводная зарядка. Выход Type-C, USB. Электр КПП. Четыре режима езды. По классике панорама со шторкой. По заднему ряду. Задний ряд очень просторный. Качество эко-кожи. На пять твердую пятерку дам. По ощущениям очень классная. Но здесь такой ярко выраженный двухместный. Человек, который будет посередине, будет немножко обделен. Двух зон и климат-контроль. Есть подогрев задних сидений. Type-C и USB-выходы. Просторный багажник, я вам скажу. Очень просторный. Полики ведут в комплекте. Полноценная запаска. Домкрат, ключи. Все в наличии есть. И цена автомобиля 59 тысяч долларов. Он просто может. Так, друзья. Есть еще вот такой Leopard. Но он подешевле. Смотрите, у него немножко другие диски. 18-й. Там идут 20-й. Может быть, за счет этого цена такая. Сейчас цену озвучу. И цвет салона, смотрите, у него другого. Качество то же самое, но комбинация другая. Там идет на черном. Все то же самое. Панорама со шторкой, обдувы-подогрева, автоматическая регулировка, массажи передних сидений. Все то же самое. Пожалуйста. Есть обогрев задних сидений. Цена этого автомобиля 53 тысячи долларов. Два варианта Лепарда есть. Друзья, вот гости приехали. Это Алигаджи, Махачкала, L7. Белый на черном взял. Ребята взяли 4 Монзы и 1 Гак GS8. 3 Мушкетера Д'Артанян, Артос, Портос. Как их, я не помню. И Эльман, он Сургута. Джили Тугелу я ему забронировал, тоже забрал. Все в один день управились. Ну что, друзья, еще один счастливый обладатель. Аганес. Всем привет. Город Красноярск. Купил вот такой вот автомобиль. Управились за один день. Утром приехал. Вечерним рейсом уезжает счастливый обладатель Джили Манжаро. Будет ездить и вытирать слезы счастья. Все. Если кто сомневается, рекомендую Даниара. Очень хороший человек. Все в лучшем виде. Спасибо. Друзья, автосалон занимается преимущественно танками. Танк 500 гибрид. С китайцами здесь немножко сложно разговаривать. Переводчика нет. Это гибрид. По комплектации не скажу. Вот на таком салоне. Цена 55500. Танк 400. Тоже гибрид. По комплектации тоже не скажу. Кто знает. Пишите в комментариях. Вот такой на черном. Тоже 55500. Трехсотые. Их много здесь. Они вон там есть тоже. Но там только черный. Вот такой вот. Нарда Грей. На черных дисках. И вот такой черный. На черных дисках. 37500. По кузову. Ой, по салону. Если будет видно. Он такой винный цвет. Бордовый. Здесь идет. На черном. Танк 300. 37500 просит. Кто-то у меня спрашивал в комментариях. Снять танки. Так, по вои. Ой, вои. По лисянам. Есть вот такой L9 на оригинальных порогах. Заводских. Черный. На белом салоне. 23 год. Все это. 66800. Есть вот такой серый. На черном. Тоже 66800. И вот этот черный. На апельсиновом. 66800. Все на оригинальных порогах. Так, друзья. В наличии появились BYD Song Plus EV. Чистые электрички. Привод передний. Парктроники по кругу. С заявленным ходом. 605 километров. Так, один продали. Сейчас я точно уточню. 605. Да, по желтку видно. 605. Камеры 360. Бесключевой доступ. Все это имеется. BYD, как обычно. На высшем уровне. У них все. Качество салона. Качество и кокожи очень хорошее. Селектор КПП в виде хрусталика. Беспроводная зарядка. Огромное мультимедиа, которое как горизонтально, так и вертикально может быть. Пожалуйста. Весь комплект есть. Шторка. Полики. Ремкомплект. Цена автомобиля 3500. Растаможен. Так, друзья. Zikri 001. Как обычно, у этих ребят полным-полно. Все идут на газовой крыше. На Алькантаре. Полная электричка. Сейчас я вам покажу. Ну, кто не знает, Алькантара салон выглядит вот таким вот образом. 57500. Все оранжевые. Синий один продан. Но один, говорит, под брони 57500. 57500. 57500. 57500. Вот этот черный. На серой коже. Напа. С газовой крышей. 22 тапки. Вот такие вот зеленые ремни у него идут. И вот этот серый. 57500. Он без газовой крыши. Сейчас я гляну. Да, он без газовой крыши. На черном салоне идет. Рыжий. Это тип. Морковные цвета. 57500. И вот этот. 56500. Он идет без газовой крыши. Кожа напа. Пожалуйста, кому Zikri нужны, пишите. Так, друзья. У ребят есть лисянки. Вот девятки сейчас вам покажу. На 21-х тапках. Michelin. Полтора литровый турбированный двигатель. Плагин гибрид. Все это вы знаете. Те, кто ищут лисян, они все это в этом разбираются. Вот такой вот. На черном. Просто черный кофейный. А, это кофейный, извиняюсь. Кофейный. Черный салон. Они стоят дороже. Плюс вот этот цвет, он идет эксклюзивно. За него нужно доплачивать. И вот этот зеленый тоже за него нужно доплачивать. Цена этих двух красавцев. 66500 просят. И семерка. Черная на черном. На неоригинальных порогах. 55500 просят. Здесь у нас размер, не вижу, 21-й тапки. И он идет на черном салоне. Так что, кому нужны девятки, семерки, обращайтесь, найдем. В наличии Chang'an Shenlan S7. Плагин гибрид. Полтора литровый турбированный двигатель, который служит как генератор. Задний привод у него. На девятнадцатых колесах. Камеры 360. Утопленные ручки. Кстати, тоже камера. Так он меня встречает. Есть датчики слипой зоны. Есть обогрев зеркал. Автоматическая регулировка передних сидений. Передние сидения, обдув и подогрев. Слушайте, ну классно. Качество такое. Я скажу на четверку такую музыка от Deppel. Есть проекционно-лобовое. Face ID. Который узнает своего хозяина, владельца, скажем так. Беспроводная зарядка. Снизу ниша 12 вольт и Type-C. Панорама со шторкой по классике. Как утверждает продавец, должен быть английский язык. Вот таким вот образом открывается дверь. Это у нас опускается стекло. Ну просторно, я вам скажу. Просторно. Двух зон и климат-контроль. Так, по багажнику. Где она у нас здесь? Зарядка в комплекте. Здесь идет ремкомплект. Цена данного автомобиля 29500. Он растаможен. Готов к отправке. Кому интересно, пишите по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Так, друзья. Skoda Kamiq. Полторалитровый атмосферник. На автомате, на передке. Вот на таких 17 колесах. Шины Hankook. Такая простенькая машинка. Есть люк. Есть рейлинги. Переднее сидение. Все механика. Аналоговая панель. Вот такая вот мультимедиа. Клима на кнопках и на шайбах. Без проводной зарядки, соответственно, тоже нет. Но качество 30+. Скажу так. Задний ряд. Это, наверное, одноклассник Coolray, но чуть-чуть побольше. Немного побольше. В принципе, просторно. Вот это мне не нравится, когда посередине вот такая перегородка есть. Сейчас по багажнику посмотрим. Багажник достойный. Большой, я вам скажу. Есть костыль. Ключи домкрат. Домкрата не вижу, правда. Так. Цена автомобиля. Он растаможен. 20-500. Так, друзья. Шкода Октавия. Вот так она выглядит спереди. Самая простая комплектация. Ключи у меня другой. Сейчас я вам покажу. Полтора литровый атмосферник на автомате, на передке. Так. По шинам у нас, по колесам. Максис. 16-й размер. Все на механике. Имеется в виду переднее сидение. Боковая поддержка такая средняя. Аналоговая панель. Ну, такой я не назову, что это мультируль. Но кнопки есть. Вот такая вот мультимеди. По заднему ряду. Вот это переднее сидение очень сильно подвинули до конца. Прям. Ну, в принципе, нормально место здесь. Люка панорамы нет. Автомобиль растаможен. Цена автомобиля 2300. Друзья, мой выпуск подошел к концу. По поводу курса доллара. Один доллар сегодня стоит 89.35 на 14 января. По поводу заявок. Если вы пишете или звоните днем, не всегда отвечаю. Потому что днем очень много подбора и много отправок. Я прихожу и вечером обрабатываю ваши заявки. Сейчас я вам наложу видео. Я нашел один огромный автосалон. Здесь просто гигантское количество автомобилей. Так что следующий выпуск тоже будет интересный. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok